всем привет привет начинаю с себя влог с вами канал артмания у вас я такая злая боже какая еще с последнее время я монтирую свои ролики я постоянно злая постоянно должен был с утра как всегда прийти мастер вот то есть его воскресенье он отдыхал понедельник он не пришел вторник он не пришел сегодня среда его опять нету мама уже не выдержал просто устроил ему скандал еле-еле дозвонился трубку не брал еще еле дозвонился он сказал что он придет время было 12 сейчас время два часа буквально минут 15 назад он написал что в пути вы представляете он собирался полтора часа надевался кстати полтора часа причем самое интересное то что его дом от моего находится полчаса эти пешком но можно доехать тоже где-то также полчаса чуть побольше может быть потому что там немножко в объезд там все такое блин тут за эти полтора часа я бы дошла пешком три раза туда и обратно а он только спустя полтора часа вышел правда сырка ножка девается гораздо быстрее чем мастер хотя у нее 40 ног а у мастер 2 понимаете суть его до сих пор нету то есть он написал где-то уже сколько и не знаю сколько там прошло времени что он в пути еще сколько он будет ехать время уже два часа дня уже 3 часа скоро будет доходить уже будет 2230 скоро да наступит три часа и он только-только наверно к трем часам приедет я не знаю это это кошмар какой-то у нас в комнате ремонт просто уже затянулся просто затянулся мы освободили сначала комнату потом мы не могли до него дозвониться дня три-четыре его нет и нет куда-то там он пропал просмотрел идет или не идет то есть три дня не могли дозвониться потом дозвонились выяснилось что он заболел потом мы неделю его ждали пока он выздоровеет потом он пришел неделю там поработал там недели ли сколько то я не помню уже времени то есть понедельник он должен был прийти он не пришел он захотел отдохнуть во вторник он тоже захотел отдохнуть в среду моего с трудом вытаскиваем просто мы он там живет дома у себя во всех там условиях хороших да мы буквально живем на мешках просто на мешках там по сути он должен был ремонт в моей комнате сделать за две недели но этот ремонт уже затянулся не за по-моему уже уже наверно на месяц это кошмар просто это просто кошмар такое ощущение кажется как будто ему работа вообще не нужна как будто ему как-то не особо надо деньги не нужны работа не нужна вот ощущение вот такое вот то есть димину комнату он сделал за неделю мы подумали блин какой классный мастер он за неделю сделал думаю супер потом там неделя отдыха было потом он там а пришел пока не поковырялся а потом нет он потом заболел то есть короче так кушать кушать короче мы ждем 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 это ремонт короче это ужасно правда это очень ужасно это кошмар и вот даже не видно то есть у нас тут вот получается смотрите дорога вот она дорога вот тут тропинка проходит туда вот к магазину вот там он тоже вот так идет дорогой короче не видно вот аж вот здесь вот там вот даже вот сейчас скажу вот тут у светофор там то есть тоже вот так проходит дорогой вот так и мне аж оттуда видно иногда я его уже знаю по походке иногда его вижу прямо аж оттуда вы сразу вот и когда подходишь к окну начинаешь первым делом а сначала смотришь вот тут вот нету 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 захожу туда вглубь нету еще вот тут смотрю иногда тоже нету блин ну что такое блин это кошмар правда не знаю это ужасно вот ждать ждать надоедает уже честно уже начинаю просто уставать от ремонта потому что мы договариваемся с ним договаривались на то что он за две недели сделает он все устает все еще что-то там все не идет и не идет нет и нет 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 короче так димочка у нас кушает сегодня мы приготовили димочка рис рис мы с тобой давно давно не готовили уже дать с полгода наверно да 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 зелька сейчас мы с тобой музыку включим и фиг с ним правда то мы постоянно вечно в ожидании сидим как на вокзале поезда ждешь переживаешь ждешь ждешь вот точно так дом каждый день и за дня в день каждое утро как мы ждем честно если не люблю неожиданных ситуаций упали меня короче тряпочки а я искала вот такую вот тряпку какую-то я помню что у меня под ванной была вот с этой стороны ну ладно смотрю торчит чё-то из-под ванной не пойму что такое я помню что у меня там было чисто достаю тряпка какая-то странная не пойму знаете вот когда у квартиры несколько хозяев или когда к вам приезжают гости заглядывают дальше видите вон там красненькая штучка это батарейка садится это короче моя мылица но блин я искал кстати ее потерял реально но как она оказалась там зачем свекровь и и туда засунула пишите вот комментарии мне это непонятно вообще шпакелек вон я смотрю там ну еще он правда доски тот на ванную ставит на имя уже не пользуюсь мне лень вставать чтобы тазики блин это вообще зачем засовывать туда садится батарейка как всегда вуаля беленькая какая смотрите класс такая белая там сравнивается с белой стеной как раз у нас на этом фоне здесь будет белая стена правда будет стоять стол и все сгораживает нам будет очень красиво вот эти вот нитки надо было чуть-чуть подрезать я надеялась что я их туда спрячу прям не особо получилось кранчики чуть-чуть протерла ставим еще батарею протереть потом и все и красота напишите в комментариях красиво сама покрасила батарею все батареи крашу сама никто не похвалит только меня похвалите меня пожалуйста говорю тихо потому что ребенок спит уже сейчас ночи где-то два ночи наверное а я тут только-только вспомнила постелила еще бумажку кисточку кстати вот так спрятала может довольно долго вот так пролежать и засохнуть в герметичном таком пакетике уже проверяла